Содружество, творчество, воспитание. Таким девизом вот уже много лет руководствуется коллектив детского сада «Березка». Подтверждение тому, ставшее уже традиционным, представление, посвященное Рождеству. По задумке организаторов, данное мероприятие помогает детям не только понять историю событий Рождества Христова, но и почувствовать силу добра и научиться верить в чудо. В жизни очень стало все жестоко, будем так говорить. И я почему-то подумала, что может быть это поколение остановится детей, вот это поколение сердца наполним мы любовью. И вот так вот мы потихонечку стали работать над новыми письмами. Когда мы начинали, ничего не было, ничего, ни книг, ни журналов, ни песен. Все это, как говорится, мы по капельке. И вот сложился потом вот такой сценарий. Вертеп с успехом показывает в стенах дошкольного образовательного учреждения уже более 20 лет. Надо отметить, что в детском саду «Березка» православной тематике уделяют особое внимание. Работа именно по православному воспитанию, по духовному воспитанию тут уже стояла как бы на высоком уровне. Вот благодаря Татьяне Васильевне, благодаря всему коллективу. Особенностью Вертепа является и то, что участие в постановке принимают не только дети, но и воспитатели. Ну и, конечно же, самые главные зрители и помощники – это родители. Мы работу с родителями ведем через детей. Вот видите, дети очень многое знают о тех событиях. На кружки мы ходим, спрашиваем, что такое Рождество, кто родился. Другие дети ответили, например, Дед Мороз, у меня единственная дочка ответила, что Иисус Христос. То есть, ну как бы это дается вот в садике, и это та информация, которую вот, например, родители вот так вот не может точно. А здесь это преподносится в таком красивом виде, что для ребенка. То есть, вот, очень благодарна за такой подход к детям. Особую прелесть Вертепу придали творческие номера. Песни, танцы, калятки сопровождали рассказ о рождественских днях, обычаях и традициях. А прекрасное оформление и декорации погружали зрителей в волшебный мир чуда Рождества. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.